Сладкий скандал с горьким привкусом. Работники фабрики Житомирский Ласущи пикетировали Министерство юстиции. Они говорят, их предприятие пытаются захватить. В попытке рейдерского захвата винят бывшего руководителя администрации президента. Все стороны конфликта выслушали корреспонденты событий. Министра юстиции вызывают кондитеры. Под окнами Минюста протестуют работники фабрики Житомирский Ласущи. Они боятся остановки предприятия. Кондитеры уверены, их предприятие пытается захватить высокопоставленные лица. Мы знаем, что точно на наше предприятие нападал пан Пашинский. У нас есть все доказы. У нас есть доказы, что пан Пашинский отримал и его семья на протяжении этих четырех лет от нас грошей. Близко 10 миллионов долларов. Все эти документы уже есть в Генеральной прокуратуре, в СБУ. Сергей Пашинский год назад руководил администрацией президента. Был участником Евромайдана, ныне депутат от Народного фронта. Своё причастие к конфликту вокруг Житомирской кондитерской фабрики парламентарий отрицает. События министра юстиции заявил, что не получал от кондитеров заявление о рейдерском захвате их фабрики. Тут единый выход из ситуации, как по будь-яким іншим коррупативным конфликтам, это максимальная прозорость. И не втручание журненных государственных органов, а необходимо действовать только по закону. Есть суд, есть правоохранительные органы, и каждый должен выполнить свою функцию. На фабрике сейчас трудятся две тысячи человек. Сохранят ли они свою работу, люди не уверены. Но добиваться правды собираются и дальше. Роман Клевец, Николай Антофичук, Юрий Кирча, Александр Скиба. События. Канал. Украина.